Привет всем жеужикам планеты Земля, которые с таким же удовольствием знакомятся с Old World, как и я. Свежий релиз, игра была год в раннем доступе, смотрим, что тут есть. Играем за Грецию, уже у нас третья королева. Вот, кстати, можно посмотреть... Смотрите, как там можно посмотреть предыдущие... Да, вот так. Вот у нас был Филипп Справедливый, потом Александр Победоносный. Сейчас у нас Фила тоже Справедливая пока что. Причем она, кстати, легитимности больше всех набрала. Между прочим, первый король у нас 31 год правил, а потом 58... Ага, поменьше, поменьше. Александр немножко. Ну да ладно, в любом случае, если вы случайно заткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Значит, что я подумал? Во-первых, надо максимизировать сбор железа и таки колосс построить. Во-вторых, ну, собственно, не использовать юниты. Сейчас все приказы идут на рабочих. Нам надо увеличивать... Увеличивать развитие городов. Так, тут мы что, построили уже, да? Шахты. Что там, что там. Значит, надо дорогу везти тогда отсюда. Наверное, вот этим я рабочим поведу дорогу. Да, кстати, а что у нас... А вот этим я бы сделал гарнизон. Плюс еще нам надо везде гарнизоны действительно сделать для... Для... Губернаторов. У нас много... Есть людей в правлении. Которые без дела шлендаются. Так, гарнизон. Либо к центру города быть, либо с двумя. Значит, вот тут я могу гарнизон поставить. Я бы здесь поставил гарнизон, а здесь бы еще сделал добычу камня. Побольше. Так что вот сюда давайте отводим и... Строим гарнизон. Видите, требуется 90 камня у нас. Но мы покупать будем. Давайте я, наверное, продам... 100 дерева. Даже давайте еще 100. А, блин, подождите. Я shift зажимаю. Это я 10 продаю. Control. Так, и купим... Ну, собственно, тут можно просто при постройке зажать alt. И купится... Alt. Я не ту клавишу зажимал. Строим тут гарнизон. Хотя, возможно, стоило сначала все-таки вылечить рабочего. Так, здесь я собирался одион строить. Вот здесь. Тоже камень нужен, обратите внимание, 50. Давайте еще дерево продадим. Так, теперь тут мы построили колесницу. Я думаю, имеет смысл увеличивать, ну, более крутых специалистов делать здесь. Начнем здесь сначала. Я могу колесницу, видите, тут разместить, чтобы она опыт получала. Каждый ход. Тут мы фермера сделали. Еще два жителя имеются. Знаете, я бы, наверное, еще работ... Или... Не, давайте скауты, действительно. Мне надо вот с этой стороны исследовать территорию. Мне вот вообще непонятно, что происходит. Так, тут долечим. Может, вести этого... Вести... Давайте я, наверное, вот сюда пойду. И тут его полечу. И постепенно поведу... Сюда в бараке поставлю. Чтобы он больше опыта получал. Так, навигацию я открываю ради принятия... Крепостничества. Кроме того, надо бы... Посла я отправил. Что делать? А, мир с Римом. За какой... За какое-то... За какую-то дань. Король Ниферкария. В Египте умер теперь. Король Аменин... Аменинхат. Новый. Серьезно, 105 денег. Ну, вообще, давайте. Ладно, я улучшил свои... Ну, кстати, сейчас мы точно монастыцизм открываем. В политеизм пойдем. Улучшил свою экономику. Ну, конечно, 100 вход круто, но... Я думаю, нормально. Так, принимаем теперь... Крепостничество. Блин, еще минус 32 по деньгам пойдет, но... Зато выхлоп от... Всех ферм и пастбищ увеличивается. Наш канцлер улучшается. Так, она сама по себе... Харизматична, храбра и дисциплинирована. Мудрость даст во всех городах плюс одну культуру. Давайте, наверное, на культуру, да. Мудрость. Потому что остальное... С деньгами у меня сейчас проблем нету. Тем более, сейчас все эти коттеджи будут улучшаться еще дальше. Это еще больше денег будет давать. Так. Обезьянье-философия. Во время посещения Академии герцог Бордили спросит вас навестить его питомца, обезьяну. Недавно он спас пушистое существо с местного рынка и влюбился в него. И беспокойтесь, к чему может привести эта одержимость его обезьяны. Но у меня тут нету вариантов, поэтому... Вариант только приказать своим охранникам убить обезьяну, к сожалению. Потому что королева Фила вызывает ужас у придворных. И из-за этого, из-за того, что-то у нее такая... Такой перк. Блин, подождите, а откуда у меня такой перк? Это какой-то... Я же наоборот. Там было событие, где я не делался... Я не вижу, чтобы у меня тут было... Смотрите, я дипломат, праведный, трус, жестокий и артист. Почему у меня королева Фила тут террефайн? Все новые рукопашные юниты плюс 50 экспы будут получать. Ну, вообще интересно. Ну, а герцог Бордылис у нас теперь будет жестоким. Не знаю, не понимаю, почему вот это сейчас событие так произошло. Так, тут есть гарнизон. Назначаем губернаторов. Кто у нас тут есть? Министр Бастиш. Правда, минус 3,8 по деньгам будет. Ну, плюс по цивикам, но у меня цивики и так неплохо. Я бы наоборот минус... Вот можно... А, блин, она у меня... Подождите, она это разуме не канцлер? Нет, это одинаковая картинка, кстати. Это другая. Но давайте ее назначать. Плюс по деньгам, по культуре, по дереву, по... Она судья, может ускорять специалистов за деньги. Натуралист, видите, всем лесопилкам и... О, и даже этим... Плантациям плюс 50% вообще зашибись. Вот это очень крутой в данном случае у нас губернатор. 100 цивиков и 2 приказа. Отлично. Так. Тут, наверное, лесопилки тогда строим вокруг. Тем более, что... Оно еще больше дает благодаря пастбищу. Вот, видите, один с половиной вот здесь, например, ставим. Или мы будем торговать лесом, а покупать камень. так, этого мы переводим сюда. Просто вот сюда пока переведем. И у нас еще 4 приказа. Давайте не скауты отправим что-нибудь канцлером сделаем. Ну, вот это мы не можем пока делать, поэтому просто улучшаем отношения с семьями, с селевкидами давайте. Два приказа. А послом знаете, наверное, торговую миссию в Рим. Вот через 3 хода и это и это будет выполнено. Так, где нам еще железо в будущее еще добыть? Так, королева Артистона отказалась от трона. Новый правитель королева Паразитис. Акрополь в Вавилоне закончен. Король Вавилона умер, новый король появился. И Белестиш греческое язычество приняла. И новая королева Паразитис что-то от меня требует. Ну... Я откажусь, потому что Персия хрен знает где. Хотя, хотя, подождите, как хрен знает где. Довольно близко. Подождите, а сколько как у нее тут намного сильнее. Ну что, будем платить? Дань, наверное. Железо точно не хочу, потому что на колосс хочу. Давайте деньги платить. 40 лет. Обучение философии. Вот, Борделис закончил. Тактика или фанатика? Что первое, что второе, он не может быть губернатором. Ну, кстати, как шпион, мне кажется, это интересно. Я надеюсь, что мы скоро шпионов откроем. Да, давайте тогда тактика возьмем. Соперник герцога Борделиса поделился с нами информацией о нем. Если информация станет публичной, это, несомненно, нарушит отношение людей к нему. Давайте мы все-таки скажем, что мы доверяем ему, чтобы он феймос оставался. Если мы будем делать шпионом, это важно. Жестокое правило. Видите, это происходит из-за того, что у нас принята тирания. Ваше деспотичное правление вызывает иногда беспорядки. И нам надо оставаться жестким. некоторые жители возмущены арестовать диссидентов, подкупить влиятельных жителей, чтобы было спокойно, и ну, просто убедить их, что это к их пользе, так как это у меня шарминг высокая, так что давайте мы это используем, как раз ничего платить не надо, зашипись. Так, в Каркире гарнизон закончен, и тут можно губернатора назначать. Фемистокла тессалонийского, фессалонийского назначу, наверное. А, элоквент это плюс два цивика за каждый уровень культуры, в данном случае будет даже плюс четыре. Ну, наверное, я бы его назначил. Тут, конечно, крутой, но это не из семьи селевки, мне кажется, надо из семьи назначать, так что его назначаю. А строить будем архив. Так, подождите, давайте посмотрим, что мы тут где-нибудь еще рабочие закончили гарнизон. Нет, тут пока ферму строят. О, давайте-ка тут пастбище. Это все-таки дополнительное анет. В данном случае нет, но все равно соседство с фермой это еще больше еды. Так, тут дорогу продолжаем. Обратите внимание, что на холмах дорога 20 камня стоит, а на равнине 10. Ну, нам надо сеть дорог. я думаю, после этой дороги нам надо еще из кротона как-то вот так провести вот здесь, да, и будет вообще зашибись. Гарнизон готов. Игра предлагает мне крепость строить. Мне кажется, нет, а вот пастбище да. давайте туда отправлю этого. Ну, откуда нас тут секира, я секира носца в пели строил. Зачем? Одно у нас есть житель. две культуры за каждого специалиста. бы специалиста, наверное, только не пастуха, а вот культурного специалиста я бы посадил в колизей. Нет, давайте начнем с архива все-таки. Купим. Так сделаем. пускай архив строится. Так, тут следующим ходом появится гарнизон. Тут юнит сюда определяем, чтобы он получал опыт. Этот у нас сюда переходит, чтобы получал опыт. Еще один люкс. Мед теперь, а вот мед у нас какая-то семья. Аргид. Нет, говорите, вино. А, блин, это вино. Стоп. Блин, это вино было, а я вино отправил в город вместо того, чтобы аргидам его выдать. Черт. Соль, лаванда, благовоние. лаванда. Ладно, давайте, я ошибся с вином. Давайте посмотрим, у кого тут самый высокий уровень недовольства. Шестой в кротоне. Давайте, в общем-то, в кротон. В кротон и отправим. Да. Небольшая тупизна произошла у меня. Архив. Покупаю за деньги. Продаю, кстати, 100 дерева. Пускай у нас денег много будет. У нас пока дерево еще просто тупо некуда тратить по-хорошему. Тут мы архив построили. Ну, давайте спеца на добычу драгоценностей как раз. Вот, и это надо бы селевкидом не забыть отправить драгоценности. Так, и один приказ остался. Давайте, наверное, перебрасывать этих воинов тоже вниз туда. Ну, чтобы они опыт получали просто. давайте посмотрим. У персов 12 городов. У Вавилона 6 просто. У Рима 12. Да, правильно, я персии заплатил на самом деле. Вавилон убил войну фракийцам. Мне кажется, мне это надо как-то воспользоваться. А вот Антония пришла к власти. Вроде все равно нормальное отношение с ней. А Луцила отреклась от трона. О-о-о-о! Королева Фила себя не очень чувствует. боится что немного времени осталось черт так у нас тут новый так во первых мы можем антония после того как антония взошла на престол наши стражники схватили римского агента который проник в дворец как слуга у нас есть некоторое время до того как антония поймет что ее агент разоблачен так эти происходят благодаря тому что сама антония планировщик так ну во первых мы можем подкупить агенда чтобы он передал антонии не ту информацию мы заплатим 660 монеты и получим 160 науки сделать так что агент исчезнет тогда антония будет к нам относиться с подозрением а королева станет злодейкой типа и наконец вернуть его голову королеве антоне ну давайте каши подкупим получим науку чё тут типа плюс нафига деньги в обмен на науку мне кажется хорошая так дочка-котец набожный дам метродора стала набожной как смерть губернатора давайте тут выберем нового а можем саму королеву ну кстати а почему но я бы на эти что я бы королеву в столицу посадил все таки ну чтобы снижать ведь ее минус 2 к несчастью так плюс 6 а так будет плюс 4 всего лишь давайте ее в столицу так в каристосе что все эти из этой семьи минус к военным очкам дают вместо плюса но я бы вот этого тогда выбирал еще и минус 2 к несчастью хороший при но это насли наследник да наследник так что у нас еще время выбрать следующую амбицию убить 15 юнитов контролировать 4 театра для 2 старших доктора но для докторов короче нужны бани которые даже не открыл 4 театра по моему тоже еще не хотя пройти вот это вот что это театр это театр и у нас сколько развитых городов 2 сильных и 2 развитых хотя триде я вот не помню театры нужны театры когда развитая культура кстати могу четыре театра на самом деле поставить что давайте эту амбицию возьмем один театр уже есть женю амбиции эти отправиться в наследие скорее всего так в каринфе мы тоже можем губернатора блин тут бы есть тут кто-нибудь на шахты эти уже все сидят в губернаторах что тут весь город в шахтах фермы и пастбища такое минус один кстати ход строительство улучшений вот этот губернатор кстати я бы наверное его и разместил сюда что минус один и два десятых цивика это не так уж и страшно отлично так этот продолжает дороги строить и тут пастбище так шесть приказов что я здесь хочу мне предлагают амфитеатр ага я могу еще коттеджик я бы его здесь поставил или здесь здесь а вот тут амфитеатр например ну опять же соседство коттеджей давайте наверно вот сюда еще один коттедж потому что уровень повысился раньше два только можно было теперь три уровень развития так что ставим коттедж конечно же здесь бы я купил приказы и вот этот мед бы или шахту даже лучше что нам надо железо для колосса отдать наверно шахту то есть два приказа надо а какие у нас святилища еще возможны значит святилище афины за каждый соседний суд на это у нас ничего нету святилище посейдона плюс двадцать за соседние сети кстати может мне в столице поставить вот сюда святилище посейдона вообще-то святилище зевса за каждое соседнее чудо так в фессалониках скаут построен но у нас нету пока приказов его отправить давайте архив и в каринфе а тут архив уже первый построен тут деньги на золото и там ну наверно надо спецов все-таки в шахты сажать в данном случае мне кажется нам стоит тоже объявить войну уже фракийцам вот эту хотя бы территорию занять потому что я думаю что вавилон вынесет их прям сто процентов видите уже начало притормаживать игра мавзолей карфаген достроил о королева больше не болон не больна она сделала просто необычное необычный чудесным образом необычным остановилась улучшили отношения с селевкидами так наш посол хипархия благополучно завершила миссию по установлению торговой сети с стримом как мы должны какой мы должны бонус от этого получить значит мы получаем 70 планет а не полтора приказа нет почему мы только деньги получаем ну вот мы можем кстати торговать за военные во за военные очки давайте торговать да зашибись так монастыцизм открыли давайте лучника откроем так здесь принимаем политеизм можем строить безграничное количество святилищ отлично и по-моему мы можем теперь принять а нет это божественное правление сначала надо а где оно вообще подождите что уже открыл божественное не вижу или это какое-то правление так что-то не пойму как мне мировая религия или божественное правление хм ну ладно сегодня будем святилище строить неважно так хипархию можем прокачать что у нее тут мудрость храбрость и дисциплина мудрость отношения зарубежное зарубежное будет выше храбрость отношения племенам точно не надо давайте мудрость значит спрятанные свитки заглянув в комнату вашего сына вы обнаруживаете тайник свитков за его кроватью писание критически относится к текущему к текущей авторитарной политике правительства особенно особенно к вашим строгим взглядом на своды законов похоже принца симона симону внушили страстное увлечение сопротивлению из-за того что вы хотите ранее видите так я либо мы не хотим его разочаровывать или политики должны быть свободными от эмоций это приводит к тому что мы принимаем конституцию это приводит к тому что плюс 20 недовольство в пелле и ну не не очень хорошо начинает королеве относиться но в принципе у нас так плюс 147 так что я думаю я не собираюсь тиранию менять на конституцию сорян так здесь нам надо вот тут амфитеатр построить не амфитеатр а этот одеон это продолжает дорогу строить ну кстати можно на этом строительство дороги завершить так теперь я думаю пора подводить нет надо походить скаутом у меня тут как раз готов ну вон вавилоняне видите где фракийцев хотя сюда подойду посмотрю как тут а все уже захвачено ну нам в общем надо вот эту территорию забирать я думаю так генерала полюбой вот там то сегодня все что они продает какие и там ну вот так еще один приказ давайте к этому генерала назначим пойдем надеюсь тут еще вавилон не захватил все эти уже более крутые стены как видите но вы его среди луки 3 уровня 5 уровня ну тут конечно город так себе но с другой стороны вавилон то и городов мало блин а только эти железо будет вот это серьезная сила у фракийцев конечно что данный до сих пор есть они в войне с римом до сих пор представь ракийцы намного слабее стоит ли мне ждать открытие луков или лучше уже выдвигаться так и тут архив тут наверно на шахту все все железо хочу больше добывать что-то я не пойму почему где-то пастбище дают плюс к приказу а где-то нет что-то непонятно мне что за то он рим раненый весь не жиле вот данный там ты откуда не пришли так ладно тут давайте вылечим рабочего и надо юниты двигать все-таки и давайте наверно купим или не покупать приказ лучше просто генерала назначить чтобы он с той стороны давайте куплю один приказ это будет подойти на один и назначить генерала вот этого лучше это кстати жена наследника 6 атаки и это дали на дали на стреляющие а эти элитный варлор то блин опять тут у фракии армия ну наверно надо войну объявлять свет и тьма дворяне в суде включая селевкидов и арги аргиидов тратят вечера с человеком по имени мани предполагаемым пророком интерес к его учениям распространился по городам как лесной пожар в идеях мани о свете и тьме есть чем восхищаться но сейчас пора искать выше ну разве сейчас пора искать высшую силу это из-за развития культурного культуры в салониках значит нам нужны учения мани или его слова просто приходящая мода тогда раз при манихеизм распространится то ведь а кто его основал карфаген нет давайте его слова приходящая мода плюс восемь приказов зашибись то что надо прямо сейчас ну давайте-ка я вот так еще сбегаю хочу посмотреть что у нас тут происходит пора объявлять войну а и 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 так еще 19 приказов тут плантации мне кстати можно где-нибудь посела тогда сделать чтобы там город поставить так чему мы и она харизма на этой тактике раз у нее храбрости есть в кротоне сетлер 12 ходов а в аргасе 11 и отсюда даже ближе давайте в аргасе посела так а здесь у нас о мы еще мед добавили себя правильно понимаю нет драгоценности так драгоценности мы даем селевки дам у них сразу намного лучшее отношение канцлер пускай даст подарок аргидом посол торговую миссию в вавилон отправим так гарнизон в аргасе вот этот интеллигент минус одно несчастье и плюс три науки пускай будет так строим второй театр шесть ходов тут дороги проведены давайте наверное вот этим рабочим как я тут лучше дорогу поведу она прямо отсюда из центра вот так так этот лечится надо чтобы у меня все были вылечены рабочие ну наверно надо делать все таки здесь каменоломни как игра и предлагает шуме камня мало постоянно так а здесь что игра тут предлагает каменолом ну как то нет а могу я тут амфитеатр ой просто театр да развития хватает просто надо с двумя этими правилами вот сюда к этим могу ну видите я лучше апну этот юнит так тут архив в кротоне закончили еще мёд давайте добывать ну заканчиваю ход посмотрим как мне тут сейчас наваляют а мне кажется сейчас больно наваляют юниты выглядят серьезно если только там еще вавилон с другой стороны нет не прибежал серьезно скаута мучите так радует что они разных юнитов били просто минус скаут но очень больно что-то у меня иудаизм начал распространяться хотя я вроде ни в одном из городов не вижу чтобы он был знаю что там дочка в него тогда конвертнулась так убиваем убиваем надо просто стрельну стоя на месте но мне кажется этим может подводить еще юнитов так подведу в изучении тактики метрадора внезапно начала войну имеется ввиду вообще не просто громко спросила может ли она тренироваться с лучшим генералом но это у нас уже было такое событие в общем выбрать какой из генералов нам ближе консорт они то но это все таки дочка мужа дочка сына так что я бы на нее под влиянием да скаута просто блин мочканули матриарха спаси коринфская возглавляет греческий греческое язычество и входит в корт и падает ниц перед нами рядом с ней служители одетые в мантии со священными знаками богов которым они служат моя королева для королевской семьи принято искать благословления и благосклонности бога или богини в пантеоне в качестве покровителя защиты и благословления не могли бы вы публично объявить о своих намерениях и принести соответствующие жертвы и дань так хелиусу посейдону афродите или нам не нужен ничей патронаж так это нам даст дисциплину то есть деньги это харизму то бишь цивики и это тоже харизму только разница а еще культ откроется это культ солнце плюс в процентах к цивикам но минус к военным очкам это культ моря минус 4 камня вход но фермы плюс 20 и культ любви плюс одно несчастье вход но плюс 20 процентов культуры вообще ферм тут маловато блины военные очки не хотелось бы терять может все таки культ любви тогда я и жалко что будет больше несчастье добавляться ну культ любви я за почему почему культ любви плюс к несчастью добавляет но выбираю это так лечимся все рабочие что раненый рабочий дополнительно дополнительный ход к строительству зачем нам такое счастье а слушайте вот этот зима добавляет вот эти клетки ну безжизненные пустынные добавляют к добыче камня давайте надо построим каменоломню и тут можно будет просто организовать такой кластер камил каменоломен скаут у меня тут не пришей кобыле хвост а я могу бегать по территории реки крима он конечно смирже точно так тут мы архив построили давайте наверно еще пастуха так ну что наваляют мне фракийцы еще вообще у них три юнита если сосредоточить какой-то один это не могут меня убить но в целом я должен тут побеждать но жалко что я теряю юниты у скаута не жалко а вот остальные юниты жалко да минус прачник вавилон в мире с римом канцлер ксантипа умерла жаль кто у нас новым канцлером станет брать чуток дюка антиоха все не любит минус 5 харизма но видимо ланас у строителя надо ставить она не успела до сделать задание к сожалению а подождите мы можем наверное да сейчас мы продадим дерево и сможем заплатить притя что там вообще великие мыслители один из наших самых развитых районов стал прибежищем интеллектуального движения многие молодые талантливые люди тусят в этом районе мы на них обратили внимание кого мы из них примем к правлению философа или администратора блин я облачал это сделать администратор опять про посмотреть что он был бы хорошим но в любом случае я сейчас получу денежку так умер канцлер это понятно тут администратора берем харизма и дисциплина строитель как губернатор минус один ход к строительству круто так у нас вот город без губернатора нос если без эти дачала походим блин не убил его лишние ходы делаем видите хочу на на рабочих следующее потратить так еще один коттедж я тут сделал теперь я хочу вот здесь храм посейдону так 33 заряда наверное начинаем здесь добычу камня потому что тут рядом с горами это будет приличный прирост могу ли я здесь построить театр могу просто не хватает ну я бы здесь поставил а потом в будущем тут или тут этот коттедж а театр мы ставим для выполнения амбиции о мне денег не хватает самое дешевое это вообще еда что мне кажется на еду можно даже не делать упора так в пелле я вот здесь сделал спецсада ну у нас еще один житель только есть я бы его посадил потом вот сюда в святилище поэтому давайте мы может фестиваль провести давайте фестиваль проведу здесь или блин или стены построить тут все-таки рим рядом но у меня ладно денег нет на покупку мастер-офицер так здесь бы я сюда спецсав культурная тут шахтера сделал ну давайте пастуха в каринфе тоже шахтер наверное сюда надо продолжаем на шахты тут конечно мед можно добыть и давайте сначала мед потом туда шахтеру появится житель так ну что какова вероятность что мне убьют еще одного секера носца очень не хотелось бы тут хотя хороший город будет ну судя по железу горам мрамору ну блин ну блин ну прокаченный просто трындец да тут конечно проблема в том что мне не хватает приказов подводить юниты вот и все так торговля получаем науку за камень а давайте науку за камень конечно минус 9 я сейчас как раз каменоломнями занялся с вавилоном нормально так открыли лучников пойдем вот божественное правление примем чтобы можно было религию основать так какой тут у нас генерал а плюс 20 если рядом точно такой же юнит почему я не могу сюда пройти факт да что такое открылась инфа окно я дал думаю что мы должны разобраться уже с этим министр умер а это она была чем-то губернатором так опять детское образование у нее тут харизма и храбрость ну давайте давайте или на дисциплину или на храбрость давайте на дисциплину упор сделаем вот как понять где лучше кстати улучшение делать просто наводите на само улучшение к сожалению кстати вот эта ошибка я считаю у меня тут построена неправильно они сделали по интерфейсу у меня тут построена каменоломня и теперь ее вот здесь типа нету мне для этого надо открывать чтобы показала все улучшения искать тут каменоломня вот видите навожу и смотрю где где побольше шесть с половиной я бы наверное вот тут и вот тут такой треугольничек сделал то есть здесь ставим тем более что я вырубил лес тут так здесь отложу этого рабочего здесь продолжаем каменоломни ставить ну соседство каменоломни увеличивает всех ресурсов просто увеличивает их выхлоп так вот сейчас я подумаю еще тут мы дорогу строим и продолжаем это делать в общем то об ну варчера я сейчас подумаю от этого рабочего давайте на тут шахту сделаю мне не хватает одного приказа для этого что надо вырубить лес они подождите 2 а ну да вырубить лес убрать от него все пеньки для этого нужен приказ еще так еще пишется три приказа почему он сейчас не хочет строиться ну смотрите рубим убираем а не хватает все таки ну ладно давайте добьем пускай строится королеве уже 57 лет кстати еще надо еще посмотреть по городам у всех везде везде ли губернаторы сидят но сейчас не появится юнит здесь то мы должны взять мне кажется этот он там еще вывело блин ну что такое так и тут никак не доберется этим ходом вот вот это самое дебильное здесь что я это бью а сейчас придет вавилон и займ и убьет их и займет эту территорию вот чем не очень не может все таки отойти пускай там как-то они вавилон мутузит а этого апнуть уровень сообщение из персии ваши действия научили нас доверять вашим благим намерен давайте укреплять наши доверие дальше мы должны согласиться на взаимный мир ну кстати я им все-таки плачу дань еще и риму плачу с эти 105 и 71 денег минус 105 я сто семьдесят шесть да не всем плачу так что мир в принципе нет еще еще 550 я не буду конечно платить достаточно просто мира сломанная корона скауты сообщают об увеличении активности по национальным границам мы скоро узнаем почему мы скоро узнали почему королева бали хите правитель ассирии убита членами ее собственного правления кстати она помните она заставила отречься от престола предыдущую королеву это новость еще не достигла публики поэтому у нас есть шанс это как-то использовать отлично ну вдохновить наших генералов и войска плюс 360 очков мне не надо честно говоря так харизма либо благодаря тому что у нас харизма больше двух и мудрость больше двух тут мы можем почтить ее проникновенной речью и она сострадательная наша наша королева становится плюс один к харизме плюс один дисциплине и больше не жестокая кстати хорошо а тут держать убийство в тайне в тайне пока давайте наверное проникновенной речью ее почтим отлично очень пока все неплохо складывается так тут у нас у коляски уровень может подвести ее немножко подальше и начало рабочими походим дальше подводим эту прачника так с этим рабочим что надо вот здесь делать лагерь ну вот теперь можно и уровень дать бонус к критическому урону возможному ну посмотрим что тут вавилон сейчас по идее должен вавилон вписаться мне кажется не должно ему хватить ходов убить всех ну посмотрим просто видите такие горы нету никакой дороги как ассирия долго ходят как они после убийства королевы думают что делать так вавилон но прибыл ухты да ладно сколько у них приказов вообще что это за бред такой охренеть ну вот видите только сейчас нам сообщили что балихите умерла и ее трон заняла новая то есть ее убили египет объявил войну ассирия фракийцы около диона где у нас дион то вот здесь то есть там где-то фракийцы могут быть блин надо возвращаться ну то есть этот это место я уже не займу блин печаль ну знаете на этой печальной ноте тогда наверное стоит закончить серию я так надеялся что мы сможем это место занять город но развитие уже вроде как неплохо идет видите мы тут от первого места по очкам отстаем только на 7 очков при том что мы ни одного чуда не построили а тут довольно много видите вот 4 очка у Вавилона от чуда то есть так 18 было бы 2 очка у Рима от чуда 2 очка у Персии от чуда мы хотя бы еще кого-то не встретили мы еще Карфаген не встретили там еще Карфаген встретите у нас будет со всеми отношения но это уже наверное в следующей серии спасибо что смотрите напоминаю что спонсоры канала могут продолжение во вкладке сообщества поискать для всех остальных оно выйдет завтра играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока о том числе пока все Субтитры создавал DimaTorzok